Там Анна пела с самого утра и что-то шила или вышивала, И песня, долетая со двора, ему невольно сердце волновало, А Пестель думал, ах, как он рассеян, как на иголках, мог бы хоть присесть, Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть, и молот, и не станет фарисеем, Он думал, и, конечно, расцветет его талант при должном направлении, Когда себе Россия обретет свободу и достойное правление, Позвольте мне, чубук, я закурю, пожалуйте огня, благодарю, А Пушкин думал, он весьма умен и крепок духом, видно, метит в бруты, Но времена для брутов слишком круты, и не из брутов ли Наполеон? Шел разговор о равенстве сословий. Как всех равнять? Народы так бедны, заметил Пушкин, Что и в наши дни для равенства достойных нет условий, И посему дворянство назначение хранить народа честь и просвещение. О, да, ответил Пестель, если трон находится в стране в руках деспота, Тогда дворянство первая забота сменить основы власти и закон. Увы, ответил Пушкин, тех основ не пожалеет разве Пугачев. Мужицкий бунт бессмыслен за окном, не умолкая, распевала Анна, И пахнул двор соседа Молдавана бараньей шкурой, хлевом и вином. День наполнялся нежной синевой, как ведра из бездонного колодца, И голос был высок, вот-вот сорвется. А Пушкин думал, Анна, боже мой, но не борясь мы потакаем злу, Заметил Пестель, бережем тиранство. Ах, русское тиранство, дилетанство, я бы учил тиранов ремеслу, Ответил Пушкин, что за резвый ум, подумал Пестель, Столько наблюдений и мало основательных идей, Но тупость рабства сокрушает гений. В политике кто гений, тот злодей, ответил Пушкин. Впрочем, разговор был славный, говорили о Ликурге, И о Солоне, и о Петербурге, и что Россия рвется на простор, О базе и Кавказе, и о Данте, и о движении князя и Псиланте. Заговорили о любви, она, заметил Пушкин, с вашей точки зрения, Полезна лишь для граждан умножение, и значит, тоже в рамки введена. Тут Пестель улыбнулся, я душой материалист, но протестует разум. С улыбкой он казался светлоглазым, и Пушкин вдруг подумал, в этом соль. Они простились, Пестель уходил по улице разъезженной, грязной, И Александр, разнеженный и праздный, рассеянно в окно за ним следил. Шел русский брут, глядел во след ему российский гений, И с грустью без причины, деревья, как зеленые кувшины, Хранили утро, хлад и синеву. Он эту фразу записал в дневник, О разуме и сердце, лоб наморщив, Сказал себе он тоже заговорщик, И некуда податься, кроме них. В соседний двор вползла коруца, Цугом залаял пес, На воздухе упругом качались ветки, полные листвой. Стоял апрель, и жизнь была желанна, Он вновь услышал, распевает, Анна, и задохнулся, Анна, Боже мой! АПЛОДИСМЕНТЫ